Вы ж только посмотрите, Поляцы, Швайцария на преломе 19-20 столетия была беднейшим краем, на скрае убудства Чонгли. И находился он в таких самых ворунках, небезпечных, империалистических краев, как Немцы, Франция, Чонгли за своими мацарскими, имперскими отзнаками на арене европейской международовой. Но они знали в себе силы стать наипотажнейшим, наибогатшим краем в Европе. З какой причины это стало? Чи через то, что там не двое, а несколько наших партий, как Павел Кукис говорит, они не страшуют своих выборцев в разливом крови, через истинение только двухпартийного системы. Ну, нибы то, потому что поляцы голосуют, нибы то, двухпартийное, то нибы так партия коммунистичная, что в Польше будет только двупартийный систем. Так, что, нибы то не поляцы так сделаны, а навязал Кремль, или Америка, или марсиане, что не мало таких партий, которые имеют какое-то общество непопулистическое, не популистическое, потому что уже наедли всем поляцы этого популизма потоса странного. Не ма такой партии скотечной, которая ма конкуровать с Писом, ничего с этим не поробишь. Были кто-то, кто не говорил, и как себя не называл, националистом, народовцем, были чем. И так, поляцы попали на этот идиотизм, на этот хоррор, встыд, были партийнятские в Польше, которые сняли от лет 90-х и по 14-й. И подумали, что так, по каких стран они впередулись нам такие идиотические партии. Нех бендом не их, а мы бенджемы видели, что за ними кто стоит, на что сейчас сподзевать и решта, решта. Поэтому так, потому что швейцарцы позбили еще, наверное, идиотизму, быдлизму, молостковощи и разных идиотичных звездко-родецких цех быдла, которые были, которых утоссамил звездок родецкий. Как бы человек себя не называл, украинцем, поляким, были кем, литвином еще кем-то. Звездок родецкий, то биомаса в голове, то то, что отжучили от себя и съедночилищем швейцарчицей. И мы сейчас имеем потенцирую републику, швейцария. Прошу-барсо. И езждаясь, латаясь холопом по Европам, по Америкам, по обцим, кузым краям, Треба заше память, шукаясь там працы, рестрыкции, праписы рожные, пердолисы. И отчуваем с себе гатунки 3-го, 10-го гатунку сорта. Треба разуметь, чия в тим вина, вина влашня же обладателей, тих краев, которые не сдольны были за латвич в своем краю, за мощность, богатство и решта, чтобы решта святоцивилизацийного, ровно ж богатого, ездила до Польски или до Украины. И было с тего думно и довольно заробкам. Заробким. И можно шукачь, знайдувачь миллион, сетки, десятки причин, прес-кторые лёс гони за своего края, человека. Же то нападли, мацарства, харцарства рож. На Швайцарии навет Хитлер не напад. А они, килька 10 лет до того, бывые, что на грани убудства, бедота. И они сдольны бывые. Та килька наше миллионов, которые мешкали, створжучь из щебя своих людей, обладателей. Такие пайнства, моцно и милитарно, найвперу моцно, и экономичные. Же навет немцы хитлеровские на них не здецедовали напасть. Бо им был бы одраз пиздец. Але на Польске здецедовали напасть. Хоча Польска мяла wtedy незлом потенге. И чехи, и решта тоже имели не злом экономики и потенге. Але люди были. И жон этих людей был на тыле попсутый. На тыле сделал менца, только а не обладателей. Не патриотизм, а хасло и популизм. С тех людей, тего края. Же они попросту подалишим напастникови. И стали его закладникем, с которым он, тен напастник, оккупант, робил, цо заэкчал. Нестэте. Власне, речевище, что тут сон працует Рэнка Боска, которая распределя паинства, нации, где им быть. Але через то, что в этих нациях сидит грех. На или они крещенскими этими нациями бы не называли себя. В людях, через пропаганды греха и решта, Содомия и решта, идиотызма. Как идеалтизма содомского, ливаевского, так и идеалтизма ультра-небыто правецового, ультра-небыто народового. Часами, как человек, как правительский, как славного, выбитного Поляка, музыка, люблю послухать, что говорит Павел Кукис, как он спел, как он спел. Але не как политика, на день сегодняшний. Бо он как гомбка вшанкнул в себя те бзды, которые говорили в Веницке. Крусы, че, о которых он говорит, что они пердолят, что они несут. В его партии, как у бляки, еще решта, в его партии Кукис-пятнашщи. И он ниц с ним не пораджи, не потрафи, что ж зроби с ним. Для этого, нистете, тем вплыв он вшанкнул в себя и он теперь неси о том двухпартиианском разливе крови. Юж ну таки дичатство. Какая-то политика, курды? З-з-з-зер-о. Треба все начинать в польской политике. Тим политикам, которые хотят сделать венцией, лепей и экономичней, потенжней, Неж то, что сделал на день сегодняшний ПИС. Программы свои экономичного развоя, милитарного, сполпрацы. Вели помылок в ПИС, теж сам, крытыкуемы, чонгли. Сполпрацы с теми, кто потрафи вальшич, кто потрафи вальшич, найвперв. Кто сам есть децидованный, ассортивный на той арене международовой. Бо зе таз номер лан створжич милитарное, найвперв потенжное панство с потенженым милитарком. То Польская и Украина, чтобы давать очечу окупантам, бонж были как ему. Развининный эгоцентризм в стадии национализма под названием, под брендом. И Бог тогда смотрит на это сердце и распределяет каждому свое место. Комусь в убегации этой Европы, комусь в богатстве этой Европы. Все это зависит от тех людей, этого панства. На или они здолны это понимать. И спойночить чем, около своего панства и таких панств, как и они, хрештянских и союзничных. Чтобы разом ставить опор окупантам и разборовцам. То поверьте, поляцы, please, бидьте, кеды нарешті Польска стане, како Швайцария, милитарным и экономичным потенгом. А найвперв милитарным. Кеды то бенджи? За рок, за 10, за 50, люб сетки лет. Треба, так, как до жирафа, чтобы до поляков или до украинцев дошло, что такими треба быть потенгами и творить за своего края то. Бо никто, опорч самих мешкацов этого края, не створжи нигде. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok